Сан-Бернардино Навигация просто простая Как бы быстро я купил билет Пойдем искать его Поезд домой отправляется 11-20 По-моему, мы увидимся 11-20 С пути 7B Я так полагаю В описании Сан-Бернардино Это направление, в котором я еду Но На пути 7B Сан-Бернардино Поезд Полноценный поезд Похоже, полноценный А через час появляется еще один Найду пока я, наверное 7B Т2X312 Наверху написано Вообще, навигация просто простая На вокзалах, я не знаю, никогда я не смог Не терялся Вот, с метро, линкс, вай-фай Видимо можно включиться и посмотреть всю информацию Бесплатным вай-фай Окей, я не знаю, ребят, что вам еще показать Здесь магазинчик Он называется Вот так надо считать его, потому что он с двумя знаками Несклицания У меня есть еще почти Даже больше, чем полчаса За эти полчаса я, наверное, просто Похожу пока И покажу вам, что здесь вокруг Да, кстати, одна из вещей, на которую Я бы хотел обратить ваше внимание Это на то, как быстро я купил билет Я подошел к кассе И там не было никого совершенно Я купился сразу билет Возможно, потому что есть Вот такие чудесные электронные машины Где можно купить себе билет В России тоже такие есть, на самом деле На РЖД везде стоят такие автоматы, где можно купить билеты Но почему-то Поток людей просто гигантский И Я не знаю, я ни разу не был так Не был на вокзале в России Так, чтобы я мог купить себе билет При этом не ожидая в очереди какое-то время Приду, когда я куда-нибудь присяду Вот, смотрите, сколько кресел Как будто я сижу на троне Вы посмотрите просто так Что еще меня тут поражает Что здесь на станции сейчас довольно жарко Что необычно, я привык к тому, что Здесь повсюду просто стоят кондиционеры И обычно Скорее холодно, чем жарко А здесь прям душновато Открыто, потому что двери И... Да... Открыто двери И решетки на окне Решетки на окне На окне, да, стоят Что я думаю, пока я буду идти в поезде Я сделаю небольшую такую штуку И отвечу на те вопросы, которые пока собрались в комментариях Ладно, может быть я поторопился Насчет нахваливания местного отсутствия Очередей, потому что Вот она одна из них Очередей таких длинных и длинных Преддлинных Я не знаю, куда она ведет Вероятнее всего, как раз за билетами Хотя касса находится Вот там слева А они здесь Я не понимаю, куда это А, это бординг Это посадка Это посадка на... На... Непонятно куда На... 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 Я не знаю, куда это посадка Но это просто посадка однозначно Так, сейчас проверяем Мой поезд Называется 308 308 308 с пути CMV Отходит 120 Ну что, пойдем Искать его И заодно посмотрим на то, как вы видите Здесь есть Осторожная станция Здесь, в Лос-Анджелесе Ээээээ... Я думаю, в Нью-Йоркском Гранд центр Многие видели кучу разных видео Их особенно, разных видео с... Ого, как называются с флэшмобами То есть там было много флэшмобов Флэшмоб с замиранием людей Ээээ... Ну вот такие, короче Такие вот чуваки Здесь обитают просто сумасшедшие как бы мои дети так не прыгают перед камерой, как они чуваки, но, по-моему, это очень круто, по-моему, это очень круто, на самом деле, ну, кроме шуток. Окей, движемся дальше. Это переход. И да, я говорил про Grand Central, чтобы ее наверняка уже видели. О, черт, это было не просто так, это был звук. Это был звук того, что едет вот такая машинка, которая может тебя сбить. Так, трек 2, трек 3, трек 3 по форму В, у меня 7 бит. Ну, что сказать, стандартный, на самом деле, переход, я не знаю. Ничем он не удивляет, но это реклама на испанском, между прочим, кстати. Ну, я думаю, никого не удивлюсь и скажу, что здесь много рекламы на испанском языке. И когда мы были в этом рынке чудесном, который я показывал недавно, там вообще все было на испанском. Так, ну что, вот Сан-Бернардино, 7 бит, это мне. И вот он выход. А вот он поезд. И в нем что? Два этажа. Да-да-да. Ну что ж посмотрим, я не знаю, у меня вагон, наверное, все равно какой. Поэтому я просто зайду в ближайший. Вот этот, офигно. Реально, откроется он только в 7-2, не раньше. И я попытаюсь занять везда на втором этаже. Заметьте, что очень круто сделано, девушка с велосипедом. Я надеюсь, не просто так здесь, потому что здесь, да, разрешено брать велосипед с собой в поезде. Я же сейчас смотрел в расписании, в специальной такой карточке поезда. И там были специальные поезда, в которые можно брать велосипед, в которые нельзя брать велосипед. По-моему, это очень удобно. Заметьте, насколько эта тема развита с велосипедами и что это уже поддерживается. И попробуйте просто зайти в метро с велосипедом.